Это телерадиоканал Страна ФМ, здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова, ну и знаете ли, вот привыкли мы группу Jazz Dance Orchestra видеть всегда в расширенном составе, всегда приходит Дарья не одна, а в сопровождении Вадима, но Вадима сразила бацилла. Как складно звучит. Мы желаем скорейшего выздоровления. А вот самое главное, что Даша не сразила, потому что Даша бессменный, легендарный голос Jazz Dance Orchestra, вот этот вот ясный джазовый вокал, который ни в коем случае нельзя захворил. И так у нас в гостях сегодня Дарья Лиман, ура! Спасибо, Даша, вот так вот, да, лучи славы. Дашка, спасибо, что пришла, мы ждали тебя и рады всегда видеть, что такое. Да у меня ухо все время у вас сегодня выпадает, понимаешь, это как-то вот туда. Надо пристегнуть, как мы уже об этом говорили. Я стараюсь, я его прибью на гвоздь. Главный вопрос, Лера, у тебя ухо на месте, да, на липучке или на этих? Ну хотя бы, знаете, я штекер не забываю, штекерить, да. Слушай, ну мы хотим сказать вначале, что концерты ведь. Ты посмотри, да, он мне сказал, что я буду говорить и не дает мне говорить уже который час. Прошу вас с собой слава. Понимаешь, Дарья настолько светлый человек, что когда видишь ее, молчать мне как-то не очень хочется. Хочешь как-то говорить? Ну хорошо, ты... 24 марта оркестр даст большой весенний концерт в клубе Игоря Бутмана. Это правильно все? Да, да, в 20-30 всех ждем. Какое серьезное заведение, там вот какая-то своя атмосфера ведь. Да, я вот там буду выступать первый раз, поэтому мне очень интересно, как там будет. А волнуюсь, нет? Коленочки трясутся у тебя немножко? Ну так потрясываются, чуточку, но так всегда. Слушай, а волнует в первую очередь что? Вот сама ты себя волнуешь, да, ну в этом плане как вот артист, да? Сама ты себя волнуешь, хорошо. Ну, нужно понимать, о чем я говорю. Либо волнует то, что сколько будет людей, либо волнует техническое, звук какой будет, да, или как? Прямо, прям как в точку. Звук вообще всегда волнует, но это полбеды, хочется сказать. Но в основном волнует на самом деле атмосфера, вот какой вообще зал, какая у него атмосфера, какую он впитал атмосферу. Там сидят снобы, или там сидят какие люди? Но в основном всегда попадаются замечательные люди, такие открытые, душевные. Я всегда на это рассчитываю и пытаюсь пропитать всех этой энергетикой, вот, и получается вроде как. Поэтому вот этот факт ночью всегда волнует, какие люди будут. Слушай, а есть же такой термин актерский, да, преодоление аудитории, когда ты выходишь, вот, начинаешь что-то вот там заливать, толкать, слезы лить, а они сидят такие, как лимон съели и сидят. А у тебя есть такое, что вот когда ты видишь, что надо преодолевать аудиторию, ты ее преодолеваешь или думаешь, а, и ладно, сейчас я барабаню программу, не хотите, как хотите. Да, в принципе, это был не вопрос, поэтому не обязательно не отвечать, это Валерия рассказала о себе. Да, ты меня поняла сейчас, Даша. Нет, на самом деле, не бывает такого, чтобы… Нет, я не поняла. Нет, нет, я поняла. Нет, на самом деле, я не поняла, но я отвечу, да. Нет, я поняла. На самом деле не бывает такого, чтобы отторобанить там и все Бывает сложная вот аудитория Или у меня сложное какое-то настроение И это все сходится в одно И как-то ты себя так сложно чувствуешь в начале А потом, ну, как бы ты себе говоришь Так, сейчас все будет нормально Чай раскачаю Ты сейчас так выдохнула, как будто ты не говоришь А вот прям, знаешь, вот так вот выдохнула Выпила чаю, чашку И прям такая и раскачалась Артисты перед выходом всегда выпивают стакан чая Чая, конечно Это же известный факт Горяченького для голоса Слушай, по поводу клуба, в котором будет концерт А именно в клубе Игоря Бутмана Скажи, бывает вот для тебя, в частности, удобные площадки и неудобные? Не в плане людей, а в плане вообще Атмосферы, энергетики какой-то там Любишь на стадионах прям Архитектура какой-то внутренней Вот вы знаете, хочу сказать В основном все места хорошие Но мне кажется, это от исполнителя зависит по большей части Как вот он может коммуницировать От чая, я даже сказал Коммуницировать Как он может коммуницировать, зависит от чая, да Вот И вот самое, знаете, запоминающееся было у меня выступление Сейчас данный оркестер как раз в Сейчас скажу, во Владивостоке в филармонии И еще в Казанской филармонии Вот прям там было прям так душевно И это имею в виду большие площадки 16-го он мне очень нравится Бывают сложные, но все равно нет ничего непреодолимого Настраиваемся и все Понеслась Начинаем? Ничего молчить А, да, я уже начала Она висит в Инстаграм Работа с фанатской группой называется Игромида, вот вы знаете, мне очень понравилось Даша такая включила, посмотрела Говорит, вау, какой красивый фильм Даша, ну давай вот прям вот к той части жизни Которую ты сейчас, так сказать, невзначай осветила Ты же прям вот уже становишься лютым блогером Ой, да нет, что Ну как же нет Мне там до блогера далеко Мне кажется, если у тебя начинаются в Инстаграме посты Больше четырех предложений То ты прям блогер-блогер А ты прям пишешь-пишешь О смысле жизни, о музыке О театре опять же Это как мой личный дневник Я просто выговариваюсь там Но блогер, мне кажется, это более замороченные люди Слушай, а важно для тебя, вот сколько у тебя подписчиков Там камень, если они себе лайки ставят или нет Там готовы ли ты покупать Как это делают, не будем говорить Кто? Ну вы знаете, это важно, конечно Это же отклик аудитории в какой-то степени, да? Это какая-то часть, которая перетекла за тобой в социальную сеть И смотрит или не смотрит Это, конечно, важно, интересно, но я сильно не заморачиваюсь Есть, супер, я очень рада всем Нет, ну значит, кому-то я не понравилась Но вы приходите, я очень всех жду Слушай, Даша, всем ты нравишься абсолютно Всем привет, рад слышать моих любимых джаз-дэнс-оркестр Огромный и пламенный привет от Сергея Извыкса Вот, видишь, Сергея Извыкса, ты очень нравишься Спасибо, Сергей, я прям очень рада, и вам привет Ребят, вот по поводу концертов площадок Сейчас такой совершенно женский вопрос Но мне он интересен Мне кажется, что всем слушательницам он тоже может быть интересен Помимо самих площадок, да, вот в твоем инстаграме, в жизни Ты вообще как бы одеваешься так, ну, casual, если я правильно понимаю значение этого слова А на сцене у тебя такие открытые платья Иногда прям вот посюда, здесь вот-вот, коротко, здесь голенько Не бывает такого, что именно вот из-за костюма как-то неуютно, неудобно Что отвлекает он тебя от музыки непосредственно Нет, не бывает Мы стараемся выбирать костюмы, которые удобные Да, в жизни я, конечно, такие платья не одеваю Зато на сцене я прям со всей радостью Смотрите, я надела это платье Слушай, ну у тебя происходит совершенно чудесное перерождение Потому что, ну, в жизни ты такая, как бы, такая, ну, девочка милая А на сцене ты прям такая тигрица, понимаешь? Да, у тебя прям энергия через гол Кстати, мы сегодня услышим вот твой голос, ну, я не знаю, капельный, чтобы ты прокачала наше утро Ну, возможно Возможно, возможно Все зависит от чая, опять же Ну, вот и чай появился Даша, вопрос Василис тебе прислала в нашу группу ВКонтакте Кстати, друзья, там есть специальный пост И там можете оставлять и комментарии, и вопросы задавать для Дарьи Творческие мечты группы В целом, джаз-дэнс-оркестра и Дарьи в частности Ну, о моих личных мечтах сейчас чуть-чуть попозже Я думаю, ну, они, я думаю, совпадают с мечтами группы Расширить репертуар, над чем мы, в принципе, работаем И больше аудитории иметь, конечно же Это, наверное, наша такая цель Ну, и радовать всех своей музыкой Отдельно, что по мне, я вот пишу свои песни, пишу-пишу Надеюсь, я когда-нибудь уже все допишу Но у меня совсем другой стиль В моих песнях они русские Они более такие, что говорят, сопливые Такие женские такие Ну, не все, конечно Но это мы посмотрим Ну, я так понимаю, что у тебя сейчас вот варианты исполнения твоих собственных песен Они только в твоем блоге, в инстаграме, под гитару Там муж тебя компонирует Слушай, а вот, может быть, если здесь мы будем что-то исполнять, ты что-то из своего исполнишь? Ну, исполним, но, наверное, не сегодня Не сегодня, стесняется Хорошо, тогда вот прям ненадолго быстро метнемся обратно в творчество джаз-дэнс-оркестра Когда вы были в прошлый раз с Вадимом, вы намекали нам, что будете снимать некий клип Да, мы в процессе еще пока, все еще делаем, потому что задумка такая сложная очень Моя задумка, придумка там Вот такая вот, поэтому пока что еще все в процессе Но альбом будет готов, надеемся, что к сроку А альбом-то, срок напомни нам, когда он запланирован? Так, на май, да, на май, да, май у нас будет О, ребят, да тут всего ничего осталось Да, осталось пол-пол, не пол уже, а 10 дней в марте и апреле и все То есть сейчас концертик отработать, выпустить альбом, снять клип, а там уже, собственно говоря, и лето пошло Да, 5 мая, если не ошибаюсь, да, у нас в клубе Козлова будет презентация, скорее всего, нашего вот нового лаунжевого альбома Так что... А что ж ты так робко? Она говорит, 5 мая, 5 мая Просто лаунжевый альбом, это такое лаунжевый альбом такое, понимаете? Об этом нельзя кричать, даже если хочется Мы тут на телерадиоканале Страна.ФМ за эфиром, знаете, что выяснили? Что мир удивительно тесен Например, вот эти два гражданина, Влад и Дарья, из одного маленького города Уральска Но мало того, что тут выяснилось? Давайте, Владислав, Паша, откройте, обещайте Ну, совершенно, может, Даш, ты об этом? Это не такой фонофакт Мне кажется, это удивительный факт просто Получилось совершенно случайно, что моя родная тетя, оказывается, преподаватель Даши Это было когда-то Привет, Нина Ивановна Какое-то время назад То есть как это могло произойти, я до сих пор не могу понять Нет, но самое интересное, что... Земля вроде бы большая Самое интересное, что ни Влад, ни Даша не были знакомы между собой, пока вот Даша не пришла на телерадиоканал Страна.ФМ Страна.ФМ сближает Объединяет, да, собственно, интересно Ну, потому что Дарья совсем молодежь, а я молодежь вообще не очень уже Да, да, ты вообще не молодежь, начнем с этого, да Даша, я хотел вот у тебя о чем спросить, ты говорила, в Владивостоке были, да, и много уже всяких площадок и городов было Скажи мне, ты как-то видишь разницу в публике в разных городах, поскольку страна у вас большая все-таки, да? Вот есть какой-то менталитет, там, Владивостокская публика, там, Сибирская публика, я не знаю, Южная, в Сочи где-то публика, там, в центре Питер, Москва, да? В Сочи, наверное, веселые Приходят в каких-то городах, наоборот, больше там, средний, дальше там возраст какой-то Кто-то более заморожен, кто-то более раскрепощен Прям, вот вы знаете, в городах типа Норильска и Нижневартовска Прям реально люди слегка заморожены, мне кажется Им прям нужно было такую музыку, и они растормошились как-то Слушай, ну когда у вас зима 10 месяцев, и морозы под 40 градусов, я даже не удивительно Да, им прям надо чаще джаз-дэнс-оркестра, и все в этом роде Вот, а где-то, где тепло, и люди более такие, как бы, теплые и так далее Они прям сразу приходят и с первой песни растормошились так, что их никак не свернешь Мне кажется, прогреть там людей надо как раз джаз-дэнс-оркестра замутить по Дальнему Востоку Большой тур, по полугодовой какой-нибудь, и все Слушай, ну а ты вот готова к таким длительным вот этим перелетам, как ты все это переносишь? Или на поезде, там, две недели? Нет Вот вы знаете, я так боюсь летать, страшно просто, я аэрофоб, но я лучше на самолете во Владивосток, чем на поезде, спасибо А мне кажется, это весело, тут очень интересно обогащает твою жизнь, как будто целая жизнь прошла, пока ты доехала, понимаешь? Да, мне кажется, это просто долго летит Даша, ты пообщайся с Майоровой поближе в этом плане, потому что она любит летать, насколько я знаю Люблю летать Нет, не любишь ты летать? Я боюсь тоже летать Серьезно, да? Мне кажется, так много людей, которые боятся летать, но не бойтесь, друзья, чем вы быть, того не миновать Слушай, ну есть статистика, которая говорит о том, что самый безопасный, ну как ни крути, это в любом случае, но действительно, это правда, абсолютно самый безопасный транспорт Нет, ну прикол-то в том, что ладно, с тобой кто-то сидит у знакомых, там, друзей, даже товарищей по команде, а если ты летишь одна куда-нибудь, а тебе страшно? У меня несколько раз было так, что сидит рядом со мной человек, и я на взрыве вцепляюсь с него вот так вот, и глаза у меня бешены, и человеку страшно не то, что он взлетает Валерий, у меня есть лайфхак для этого В этом случае тебя спасет на 100% тот самый чай Да, да, да Нет Чашечка чая, и вообще все как по маслу Меня не спасает Красота вообще Мне кажется, у меня от него даже еще больше сосуда опухает, еще тяжелее все Я же тоже уже старенькая, мне нужно какие-то альтернативы Да, а что это мы про меня, да про меня Даша пришла А мы обо всем, может, говорим, обо жизни говорить просто, о жизни, обо всем Даш, давай о жизни, о своей, вот что у тебя есть вне работы Я понимаю, что музыка занимает огромное счастье времени, но тем не менее, вне работы ты же тоже активно живешь Ой, ну, я очень люблю ходить, сейчас я в спортзал хожу и плаваю Прям я Спасибо Женщина, которая по весне пошла в спортзал, она достойна аплодисментов Правда, я долго к этому шла, я вообще как-то очень долго запрягаю Вот, но хожу, и мне прям очень доставляет удовольствие Бассейн и все эти дела Английским языком сейчас занялась Наконец-то тоже, тоже долго очень я к этому шла Ну и опять музыка, я барабанами начала заниматься Так что я сейчас, куда без музыки, я все равно ответвляюсь, но куда-то в музыку Так, на чем ты играешь? На барабанах, на гитаре? На гитаре я почти не играю, так чуть-чуть совсем Просто для фоточек, да? Ну, типа того Сейчас кого-то спалили, мне кажется Это внезапно так совершенно Ну так, ну, пару-тройку аккордов я знаю, мне очень стыдно Это мое, кстати, вот упущение Я хочу, хочу освоить фортепиано, скрипка, вокал Вот сейчас на барабанах осваиваю Вот, очень хочу гитару И еще у меня в планах на каком-нибудь русском народном инструменте научиться играть Очень хочу Это что у нас там? Балалайка? Домра, балалайка Ложки нам подсказывает Ложки, да, ложки Ложки, да Ну, это, мне кажется, очень... ты не осилишь Ложки, да Ложки, слой А что вы смеете? На самом деле, как они там... Я не знаю, как там это все А еще люди на стаканах ведь играют Вот что осваивать надо, понимаешь? На стаканах, это вот у меня есть знакомые Кто-то стакан играет У нас у всех есть такие бабушки Скажи, скажи, пожалуйста, по поводу барабанок мне интересно стало Ну, понятное же дело, что ты не будешь там великой барабанщицей Не потому что ты не талантлива, а потому что, ну, как другим занимаешься Зачем тебе барабаны-то вообще? Объясню Вот я когда училась в своем институте Почему-то у нас не было вообще как такового касания темы барабанов, ритма Углубленного хотя бы более или менее Что меня сейчас очень расстраивает Потому что это очень важно, друзья, музыканты Если вы меня сейчас слышите Если вы только начинаете заниматься, поступили куда-то Или вы в музыкальной школе Приобщитесь к этому Это так важно Вы будете чувствовать музыку намного лучше Намного больше Почувствуете грув Вообще проникнетесь, и это вам много даст, как музыканту Вот Я у Валерии в глазах читаю Что такое грув, да Дарья нам сказала, что она учит английский язык Даша, скажи, а вот помимо английского языка На каких языках тебе приходится периодически петь? Французский поешь что-нибудь? Вот, кстати, с джаз-данс оркеста не приходилось, но вообще я пою А на японском, на китайском? Это же так весело все время Это весело, я пробовала Но в официальные какие-то источники это не выходило Ну можешь там четверостищий пропеть-то просто поржать? Нет Не можем Я не вспомню уже там ничего Нормально вообще-то пригласить артистов А можешь нам спеть, чтобы поржать? Круто вообще Нормально Нормально Да, что она своя, понимаешь, уже совсем Так, чего я хотела умного спросить? Про итальянский, видимо, еще язык Про итальянский? Слушай, а на каком языке тебе легче петь, кстати, по поводу языков? Интересная же тема Потому что есть же мнение, что русский язык все-таки Он не очень удобный в плане букв, звуков Не такой удобный, как английский, допустим Или как итальянский Более плавные языки, более мягкие Там нет таких жестких букв, звуков Ну, вы знаете, после того, как я пела на казахском Мне уже вообще фиолетово на каком петь Потому что мне нравится и как на русском петь, так и на английском Ну, естественно, чисто с точки зрения действительно вот науки и всего вот этого Да, на английском петь легче Он певуч, украинский язык тоже очень певуч Ну, и русский для меня тоже А ты понимаешь, о чем я тебя хочу сейчас попросить? На казахском спой Что это такое? Комочек шерсти? Да, ну хорошо Кендала толғанайын, толғайын Домбырам қолғалайын, жырлайын Казағымның даласындай Күзімнің қарасындай Айналдым сенай, атамекенай Салам, земляки! Да, привет! Слушай, красиво как-то, красиво Ну, кстати, певучий язык, между прочим Когда на нем люди говорят, да, на казахском Он такой колкий-колкий-колкий немножечко, да, такой остренький А вот когда начинаешь петь, да, он совершенно другой А я услышала слово домра Было же домра? Ну, это не то, что ты подумала, Владимир Ну, ладно Ну, уж не будем расшифровывать сейчас, знаете У вас между собой сейчас, вы поняли и ладно Слушай, а по поводу, вот, кстати, с английским понятно А казахский ты знаешь язык? Ну, я уже его постепенно подзабываю Этой серии говорить не могу, но когда мне говорят, я понимаю примерно, о чем они говорят Да, я понимаю, иногда я понимаю, что другие национальности похожи Ответвление тут у нас в Москве говорят Когда смело прохожу Поэтому, если мне что-то плохое скажете, я все пойму А если тебе скажут, что, ой, какая девушка прошла ты А это будет... Поэтому тут на любом языке поймешь Вот так вот, понимаешь, узнает толк, видишь, значит, часто к ней так обращаются У нас впереди премьера с одного из, нельзя говорить, последних концертов Ну, с прошлых концертов, да? Да Крайне-крайне, как обычно Крайне-крайне Дурацкое слово Дурацкое, да Ну, прошлый концерт, который... Чудо-концерт Спасибо всем Который я пропустила, там был торт Да, и посвящение песни тебе Да, ты представляешь, какая была история, да? Что посвятила мне песню березка И такая, говорит, где, где? А меня там не было... И мне было стыдно потом, очень сильно И я себя побила кулаком по голове Вот, вот, приходите на концерт Хочу напомнить, с вами ведущий Влад Кутузов, Дарья Лиман И в гостях у нас сегодня прекрасный артист, Кавалерия Майорова О, наконец-то, мой звездный час Она там, ну... Даш, ну давай, серьезно, пару слов давай об этой песне Все-таки, да, Хьюман она называется О переживаниях человеческих Я просто человек, и ничего больше говорит нам эта песня Поэтому мы ее сделали такой Надо послушать Это кавер Это кавер, да Певца такого симпатичного Раггн Боунс Вот, такой клевый получился кавер, я считаю А, все, ну я вдруг внезапно догадался, что это за песня Нет, я сразу догадался Ну да-да-да-да Слушай, а почему вот как происходит выбор каверов Песен, на которые вы делаете, собственно, свои каверы? Я предлагаю много чего Вот из последних очень много чего я предложила Вадим утверждает, не утверждает Что-то мы берем, оно утверждается само Что-то как-то не очень идет Поэтому мы откладываем Вот как-то так А бывает так, что прям спорить Я считаю, что надо, хочу вот это спить Вот хотелось спросить, да, если кто-то, ну Вадим, допустим, в данном случае говорит Вот, Дашень, надо вот это вот, надо А ты говоришь, что я не то, чтобы не могу Я могу все, конечно, потому что я могу все Но как-то мне не очень хочется это делать Да, бывает прям до сопли просто это вот все Потому что я иногда говорю, я не хочу это пить это ужасно. Нет, это надо петь. Я говорю, нет, это же с прошлый век. Нет, поем. Но это прекрасно, потому что в мухах рождается состоящий творчество. Прошлый век это 20 век. Это еще нормальный век, вполне себе. Я просто так замечаю. В общем, как бы. С веками я попрошу аккуратнее сейчас все-таки. Бывает. С позапрошлым. Я-то застал много чего, чего вы и не знаете. Ну что, друзья, прямо сейчас мы запремьерим эту песню. И я надеюсь, что когда-нибудь Владислав Кутузов возьмет ее в зарубежку свою. Ты можешь? Да, да, да. Это как цифра 75. Он уже начал скетить. Да, да, да. Скэтмен Джон, помнишь, был такой замечательный турбач джазовый и вокалист потом стал. Да, значит, это будет не клип в понимании обычном, это будет съемка с концерта. Концерт где был, напомню? В 16 тонн. Вот наш день рождения. А, ну совсем недавно, то есть. Ну что, друзья, будем говорить, что это премьера такая у нас на телерадиоканале Страна FM. Итак, джаз, дэнс, оркестры и песни, продолжаем их. Human. Узнали! Субтитры и песни, продолжаем их. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Это, само собой, 24 марта. Я вам плавно намекаю, что Березка у нас сейчас будет в эфире, в заключении нашего интервью. Давай, давай, спой со мной, Березка. У нас, девочке, осталось 20 секунд. Давай, пой. А мы сейчас попрощаемся, а потом Даша еще нам кусочек споет. За эфиром обязательно. Хорошо. Дарья Лиман была у нас в гостях сегодня, вокалистка Jazz Dance Orchestra. Дашечку, большое тебе спасибо. Спасибо вам, ребята, большое. Мы тебя ждем. И я вас очень. Пока. Ура! Пока.